Объективная история России существовать, конечно, к сожалению, не может, потому что нету. Мы начинали отслеживать за историей, по сути дела, по документам, по как естественно. История – это наука, и она точная наука, по сути дела. И домыслы, они для экспертов в дальнейшем трактовать. Собственно, как и мы. Ну, человек создан для того, чтобы свое мнение выражать по этому поводу, а не вкладываемое в нашу голову мнение было бы единственным. У меня тоже, допустим, может быть взгляд на Великую Отечественную войну, потому что отдельно взятый персонаж, мой дед, допустим, мне рассказывал про это. И у меня есть какое-то микроскопическое своещее. Поэтому учебник по истории должен излагать факты, документированные факты. А писать, хорошо это или плохо, не должен. Только факты. И очень должен быть хороший учитель, который должен научить детей мыслить. И собственное мнение на основе прочитанного, просмотренного, увиденного, услышанного еще живыми ветеранами. Допустим, про войну. Мы уже про татарское игое, ну все, это или какая-то легенда. Ну, не было его, и что? Ну, было. Кто скажет, что да, нет? Только какие-то учебники, ой, только какие-то артефакты найденные. Может, просто приезжал какой-то чувак и выкинул. А мы нашли в нескольких местах. Вот он ехал и все ронял. Мы нашли и сказали татарское игое. Мы не... Очень трудно. Понимаете, да. Поэтому, да, надо вписывать туда Путина, естественно. Это факт. Чечня надо вписывать. Это факт. Просто учебник истории надо продлить. Но никаким образом он не должен быть идеологическим и продиктованным интересами нынешней власти, которая пишет учебник. Когда мы с ума сойдем, следующая власть будет писать под себя учебник. Путина.